По всей стране проходит неделя репродуктивного здоровья, организованная под эгидой Национальной комиссии по делам женщин и семейной демографической политики при президенте Республики Казахстан. Какие мероприятия запланированы в Павлодарской области, расскажет наш корреспондент. Неделя репродуктивного здоровья направлена на решение таких проблем, как низкая осведомленность подростков о важности репродуктивного здоровья, методах предотвращения нежелательной беременности и инфекции, передающихся половым путем. Рост распространенности ВИЧ-инфекции, а также необходимость профилактики вируса папилломы человека, вызывающего рак шейки матки. В рамках недели будут организованы информационно-просветительские мероприятия, кроме того, дни открытых дверей в центрах здоровья, бесплатные медицинские осмотры и консультации для подростков. Активное участие в данной работе у нас примут государственные органы, управление здравоохранением, управление просвещением, далее это международные организации, медийные личности. Основная целевая аудитория в данной неделе репродуктивного здоровья – это акцент идет на подростков и молодежи. Кроме того, могут мужчины и женщины репродуктивного возраста прийти. Неделя репродуктивного здоровья – это уникальная возможность получить достоверную информацию о репродуктивном здоровье, задать вопросы квалифицированным специалистам, пройти обследование и получить лечение. В течение недели будут у нас проведены ряд мероприятий, а это уже началось со вчерашнего дня. В первый день у нас активно работу проводили – это дни открытых дверей в молодежных центрах. Сегодняшний день посвящен он репродуктивному здоровью. В этот день у нас дни открытых дверей проводятся в Павлодарском областном перинатальном центре, в городах Павлодар, Экибастуз и Аксу в женских консультациях при поликлиниках. В рамках недели в женских консультациях при поликлиниках можно не только пройти обследование, но и получить рекомендации по вопросам планирования семьи и беременности. Также в молодежных центрах здоровья дети и молодежь в возрасте от 10 до 35 лет могут получить медицинскую, лечебно-профилактическую и психологическую помощь. Принцип молодежного центра здоровья основывается на принципах 4D. То есть первое – это у нас доступность. Медицинские услуги в рамках ОСМС – они бесплатны. Добровольность, то есть добровольный выбор услуг в молодежном центре здоровья. Доброжелательность – в центре всегда царит у нас очень дружная атмосфера. И доверие, то есть строго соблюдается конфиденциальность. Медицинские работники отмечают, что репродуктивное здоровье женщины хрупко и беречь его необходимо с самого рождения. Прививать детям культуру личной гигиены, любовь к физическим упражнениям, укрепляя иммунитет. Укрепление здоровья девочек до вступления в брак, планирование беременности, обеспечение безопасной беременности гарантирует детям начало жизни в благоприятных условиях. В рамках недели репродуктивного здоровья медики большой акцент делают на осведомленности родителей подростков. Так как на сегодняшний день только в Павлодарской области на учете по беременности состоят 22 несовершеннолетние. И в этом вопросе большую роль отводят именно родителям.